И вот на ваших глазах я сделал самый простой кузничный элемент, который называется валюта. Не та валюта, которая в банке, а та валюта, которая у нас применяется в декоре. То есть вот приварили куброзу ангелов, то есть продолжение орнамента получается. То есть пишется через О. Если мы при вот такой температуре, это градусов 700, окунаем лозу, для того как щит, на самом деле это термообработка, то есть мы не просто остудили, а железо закалилось, теперь назад или отломаем, или нужно греть. Молодой супруг в конце свадебного обряда, про это дело я вам уже рассказал, это после свадьбы обычно подходят родственники и просят, а молодой супруг делает вот такую монетку, это деньга Псковская, 15 века. Они были малюсенькие, вот так и назывались чешуйками, поэтому мы специально увеличили, чтобы можно было хотя бы прочитать, что это такое. Это деньга Псковская, 15 века, изображен зверек. Нынче перекочевал к нам на герб в виде барса. На самом деле даже в летописи писали просто, лютый зверь, больше ничего. Делали раньше из меди и серебра, вам предоставляется возможность побыть, вернуться назад туда по истории на 600 лет назад и побыть кузнецом. Пожалуйста. Берем самый маленький молоток, в любой русской кузнец, называется машинка, имейте ввиду. Русские люди, они же добрые. Нет, сильно не бьем, бьем аккуратно, несколько раз. Блинчики умеете делать? Вот так. Поехали. Еще, 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 еще. Стоп, стоп, стоп. Это заготовочка. Теперь ставим клеймо и посильнее. Вас как зовут? Олеся. Олеся, поехали. Олеся, раз, и два, и три, четыре, стоп. Смотрим, что у нас получилось. Отлично. Самое главное, что это деньга волшебные. Надо положить туда, где у вас лежат деньги, и по русской традиции, по русской традиции, деньга идет к деньге, и утром просыпайтесь богатым человеком. Так что поздравляю вас с началом финансового благополучия. Если было хорошо, будет еще лучше. А можно еще?